Всем привет! Знаете, я долго думала над комментариями подписчиков, которые просили какой-либо помощи, либо туториалы, которые я капец как не хочу делать, по причинам, которые я, кстати, описывал вот в этом видео, так что если вы его не смотрели, то как-нибудь уделите им время. Но знаете, что я могу? Я могу сделать выводы из собственных старых работ. Я в целом не люблю давать критику, скорее из личных соображений причин того, что это не мое дело. Конечно, это больше касается не прошлой критики, но как-то мне стрёмно делать это, даже когда меня просят. Критика это двигатель прогресса только в том случае, если человек сам хочет её выслушать и готов на это, а в остальных же случаях она только делает хуже. В общем, сегодня без критики чужих работ. Как я уже сказала, речь пойдёт про мои арты и про мои ошибки, о которых я бы хотел знать тогда и, возможно, как-то исправить их. Ну, а ещё я выбрал те ошибки, которые я часто вижу в работах новичков, так что мотаем на усы и развиваемся, ребят. Ну и помните, что это в целом просто мое мнение. Кому-то, возможно, понравятся мои старые работы, в этом нет ничего такого. Ладно, начинаем. Первое это стилизация. Я знаю, это звучит очень-очень странно, но дело в том, что вместо того, чтобы начать учить анатомию и начать рисовать что-то более человеческое, когда-то я решила выбрать супер-мега-простой путь, а именно рисовать каких-то кривых амогусов и говорить, что это стиль. Я делала супер-мега-огромные глаза, которые вообще не влазили в лицо, но из-за моего незнания и отсутствия навыков это выглядело плохо. Есть очень много художников, которые рисуют огромные глаза, как та же Вивзи Поп, но у них это выглядит нормально, ну, потому что они знают, что делают. Я знаю, что учить анатомию это капец какое муторное и запарное дело, но вам этого не избежать в будущем. Так что лучше начать по-тихому. Можно даже начать не именно с человеческой какой-то анатомии реальных людей, а с какого-нибудь аниме, потому что те пропорции попроще и в целом, ну, приближены к человеческим и не настолько мультяжные, и в них надо еще разбираться. Я когда-то рисовала без туториалов, но абсолютно недолго. Как раз затем у меня и появились книги по рисованию, и все стало приходить в человеческий, но от огромных глаз я не сразу избавилась. Второе это подвор цветов. Ой, ребят, очень много про цвета я могу говорить. Это моя любимая тема. Цветовый круг вещь страшная. Я его тоже не люблю, если честно, но без этого просто никуда. На этом арте еще не самые плохие цвета, они довольно яркие, но ни хрена не видно, поскольку я все сделала неправильно. Лайн слишком светлый, его стоило делать намного темнее кожи и цвета тени. Да и в целом цвета вырвиглазные в плохом смысле. Вот вам палитра, и вот вам небольшой совет. Брать цвета лучше с этих мест. Я брала цвета практически с края, чтобы работы были ярче, контрастнее, насыщеннее. Но чтобы арт был как раз таки красочнее и ярче, мне нужно рисовать его яркими цветами с края палитры. Да, я знаю, как это звучит, но дело в том, что нужно делать постобработку. Накладывать фильтры, регулировать ползунки в программах и прочее подобное. Рисуя сразу яркими цветами, не шаря за сами цвета, вы скорее всего наделаете кучу ошибок, как я, например. Постобработка сильно меняет арт, и видно, когда человек ее не делал, а просто брал яркие цвета пипеткой из чужих артов. Это неплохо, никто так не запрещает делать. Но я лично не беру яркие цвета, потому оригинальная палитра арта отличается от финальной версии. Третье, это грязные цвета и черные тени. Боже, опять же, цвета, кто только про это не говорил, теперь скажу и я. Пока человек не знает, какие цвета стоит выбирать, он делает самую банальную ошибку, которую мог бы. Например, он берет основной цвет, которым рисовал, и ставит слой на мультиплай или же умножение. И рисует, я так делал. Нравится ли мне вот эта картинка? Определенно нет, хотя это явно не худшая моя работа того времени, даже анатомия не такая всратая, как могла бы быть. Но цвета, ох, они такие тусклые, скучные и серые. Я могу точно сказать, что хотела бы тогда делать по-другому, но я просто не знала как. И знаете, дело вновь даже не в самом режиме наложения, в плохом подборе цветов. Не всегда стоит брать цвет, которым вы рисовали. Например, в случае с рисованием кожи, это явно не очень хороший вариант. Есть универсальные цвета, которые делают работу просто ярче. Это розовый, фиолетовый, синий или же голубой. Зависит от ситуации, но в целом я в свое время долго пользовалась этой фичей. Вместо того, чтобы подбирать каждой детали свой цвет тени, я все заливал одним цветом. И знаете, это выходило довольно ярко, при том, что я еще не делал пост-обработку и даже не знал, как ей пользоваться. Могу сказать, что эти работы мне в целом нравятся больше, чем те, где я пытался подбирать цвета и брал какие-то серые грязные тона. И дабы не делать отдельный пункт, просто повторюсь, как и все, черные серые тени с пониженной прозрачности, это не есть хорошо, особенно когда ваши основные цвета яркие. Если у вас в целом работа тусклая и вам нужно, чтобы она была тусклой, без проблем. Это не значит, что не надо пользоваться этими цветами вообще. Но если ваша работа яркая и вы хотите, чтобы она была яркой, то эти цвета в тенях делают ее просто грязной. Лучше забудьте, что эти цвета есть на палитре. Все. Четвертое. Прорисовка волос. Насмотришься на работы Крутанов, где прорисованы волосы, каждая прядка и думаешь, вот он, секрет успеха. Но в силу незнания получается вот это. Если прорисовывать волосы, особенно вручную, то можно лишиться руки, раз. А два, арт не будет казаться детальнее. Многие, конечно, считают, что это выглядит красиво, но я вам объясню, объясню в чем проблема. Проблема в том, что непонятно откуда свет. Это первая, первая проблема. Не то, чтобы я здесь гуру по теням, но откуда падает свет. Вы можете посмотреть на кожу и понять, возможно, а возможно нет. По волосам тоже должно быть понятно. А они просто целиком одинаковые, без ничего. И это минимум. Так-то проблем с этой прической намного больше. Волосы выглядят так, словно их маслом облили. И проблема в том, что бликов на них больше, чем теней. Поскольку я пыталась прорисовать еще самые яркие пряди. Или как это вообще назвать? Короче, кринж. Самое стрёмное, что люди до сих пор так делают. И я это часто вижу. И я понимаю, что кому-то это может нравиться. Но, тем не менее, проблем с этой детальностью больше, чем плюсов. Если вы хотите так дальше делать, то просто попробуйте делать меньше бликов, чтобы волосы не казались жирнющими, блестящими на солнце. И делать больше теней. Попробуйте показать, откуда падает свет. И сделать с той стороны тень ярче. И тогда, возможно, работа станет лучше. Мне просто на тот момент казалось, что чем детальнее я буду делать глаза и волосы, тем лучше арт будет в итоге. Но вновь. Это работает немножко не так. Учить вас прорисовывать волосы я не буду, поскольку я ушел от этой стилистики. И рисую по-другому. Но, как я уже сказала, попробуйте хотя бы уменьшить количество бликов. Это, конечно, ребята, абсолютно не все. Но буквально вот то, что я вспомнил, пока смотрела на свои работы и решила поделиться с вами. Просто в целом не сдавайтесь. Рисуйте в свое удовольствие. Пробуйте новые вещи. И вы найдете себя. Просто помните, что рисование это всегда сложно. И на это нужно время. Я рисую уже примерно 5 лет. И это просто никакущий срок. Я все еще учусь. И, к сожалению, мне так круто на еще расти и расти. Так что просто не сдавайтесь. В общем, всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, какие ошибки вы замечали в работах у себя или у других новичков. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на группу ВК, на Инст, на Твиттер. Абсолютно на все, что есть в описании. Всем отличного дня и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok